19 февраля резко поменялась концу дня погода и вот такие вот ледышки 26 февраля это у нас трапезут надо чтоб я отправил вам саженцы а вы сразу их посадили то есть не по каким подвалом не по каким горшкам сразу с посылки взяли и посадили поэтому надо согласовать чтобы и у меня можно было откопать а у вас можно было посадить 4 марта у нас 4 марта добрый день уважаемые подписчики друзья ореховоды сегодня у нас 5 марта год 2023 и вот мой канал о фундуке для вас вчера было ненастье сегодня у нас утром смотрел было минус 7 сейчас солнышко ну как бы ветрено но погода хорошая как бы нормально и хочу поговорить на такой вопрос урожайность фундука вот вашему вниманию сорт каталонский вот я покажу это красивый такой вот куст ему 20 секунд значит урожай у нас будет зависеть запомните от опыления то есть если у нас пройдет опыление опыление это скажем процесс переноса пыльцы с мужских сережек вот с этих на вот эти вот женские вам видно вот красненькие вам четко они видны тогда у вас будет урожай если этот процесс у вас пройдет удачно фундук однодомное растение цветки раздельные он ветра опыляемый без опыления урожай получить невозможно фундук перекрестно опыляемое растение и урожай зависит от климатических условий в период цветения в моей местности очень резкий климат перепады дождь мороз снег тепло ветер опять мороз или просто как бы заморозки регулярные говорю конкретно про свой сад и про свою местность для всех сортов форм и гибридов периоды цветения женских и мужских цветков не совпадают в одних случаях раньше развивается тычинки и пылинки готовы к благотворению а пестик еще недоразвит и его рыльце не способна принять готовые пыльцевые зерна а бывает и вот наоборот как у меня например с трапезунтом еще пример как у животных растения избегают с сочетанием близко родственных половых элементов то есть у фундук гибридов фундук самопыльность очень низкая то есть пыльцой своего сорта он опыляется плохо еще у большинства гибридов фундук пыльца полностью или частично стерильно они которые имеют почти все женские цветки пыльцинская селекция например большинство абсолютно частично или вообще самобесплодные то есть все с опылением сложно и быстро вот почему у нас нет тех урожаев которые мы смотрим в интернете фундуку необходимо перекрестное опыление это очевидно на сто процентов тут уже даже не обсуждается надо подобрать для своей местности опылители а не под топор пускать как вы вот показываете придите в сад, понаблюдайте, проводите эксперименты получайте положительные эмоции от своих прекрасных фундуков вот саженец он двухлетка от рождения вот это первый год ему было это материнский отводок горизонтальный и вот второй год вот он такой и сейчас посмотрим сколько на этом саженце у нас будет женских плодовых почек это сорт трапезунт и хочу показать сколько здесь женских цветочных почек вот видите в этом месте вот эти две вот третья вот четвертая вот пятая видна и вот шестая видна и здесь видна седьмая и вот какое состояние у них сережек мужских то есть по-любому опыления у них не будет и мы останемся без урожая если не будет какого-то опылителя другого вот высота этого саженца смотрите 40 сантиметров ну а если так взять там 60 будет максимум то есть на таком уже саженце при опылении возможен урожай если будете у себя подбирать и садить опылители к фундуку то надо их садить скажем с подветренной стороны например у меня в моей местности это у нас значит север administration лиза и м м м . и и . . . . . . Это примерно где-то западные ветры, северо-западные.